вот мы уже едем по западному лондону опять канал железнодорожные мосты вокзал там какой-то интересно что это за вокзал наверно паддинг там точно не скажу но похоже на тон парк где люди гуляют собачками локальный парк локальный это значит принадлежащий вот этой местности конкретно вот этим вот домам чтобы выйти погулять с собаками с детьми такой play ground так вот выглядит северо-западный лондон так скажем мы еще немножечко севернее находимся чем кенсингтон на данный момент и вот идут дома высотки которые где одна из которых горела в 2000 и в 2017 году по моему вон та вон где зеленое сердце это грянфилл тавер он полностью сгорел если вы помните историю ну и сейчас мы подъезжаем к району шеппетс луж здесь находится другой вестфилд центр сейчас перейду на другую сторону это был первый вестфилд центр который открыли в лондоне огромное пространство вот это все вестфилд центр огромный шоппинг центр сюда заходят приезжают приходят все западные лондонцы закупаются продукты одежда предметы интерьера все что нужно все можно найти в вестфилд центрах и вот уже райончик кенсингтон и здесь вот как раз олимпия лондон находится выставочный центр куда я часто хожу на выставке сейчас я вам его покажу выходим кенсингтон олимпия нам надо перейти через железнодорожные пути а вот здесь кстати интересно у людей находятся такие огородики вот у этих домов у них вот такие огороды видите там они что-то на выращивают какие-то хрен я вижу хрен елочки ну кто что то во что гора это такие вот местные огородики в кенсингтоне прямо рядом с железной дорогой перешли как бы на другую платформу и сразу на ту сторону где мне надо выйти иногда я вот там вот выхожу если мне надо идти в кенсингтон ну а если в хаммерсмит то или в выставочный центр то лучше выйти в этот выход прикладываем ойстеркарт зелененькая стрелочка 2.50 2.50 что-то я не поняла сколько с меня сняли дай посмотрим чек джорнии хистери а нет рубль пятьдесят с меня сняли так и до олимпии доехала за рубль пятьдесят все правильно 23.50 осталось окей поехали дальше и вот он этот кенсингтон олимпий центр вот так вот он выглядит и туда я обычно хожу на выставке олимпия лондон к сожалению выставку отменили ту ради которой я приехала глобал маркетинг где должны были быть несколько выставок 5g блокчейн интернет of things что там еще cloud expo big data artificial intelligence абсолютно все отменилось в этом году сказали ждем вас в следующем году еще ради чего я приехала это премьера фильма джеймса бонда no time to die которая была запланирована на 31 марта и в принципе у меня был куплен билет на 1 апреля обратно домой в россию но сегодня узнала что джеймса бонда отменили перенесли из-за коронавируса официально в официальном письме сказано всего лишь один человек который инфицирован может погубить весь мир и типа мы не хотим такого поэтому мы переносим премьеру фильма джеймса бонда на 12 ноября аж на 12 ноября поэтому я решила что мне тогда здесь делать раз все отменяется надо ехать домой и перенесла свой билет слава богу он был я купила его доплатила 10 лишних евро чтобы он был flexible здесь что перейти надо нажать кнопочку flexible то есть можно поменять без каких-либо доплат пошли и я поменяла сейчас дорогу приду поменяла билеты и взяла на 16 марта вот такой вот он все кентингтон олимпия все туда аж прям тянется но мы пойдем моим путем когда я ходила домой я ходила вот так думаю раз все отменяет зачем мне тут оставаться вообще у меня еще была запланирована выставка свадебное шоу выставка идеальный дом boat race то есть вот это ежегодная гонка гонка между кембриджем и оксфордом на лодках академическая гребля маркетинг технологии выставка тоже там про продажи про маркетинг тоже очень интересная была в том году открытие 4 статы будет на трафальгарской площади 26 марта кстати за эту статую я голосовал два года назад выбирали в national gallery была такая как бы каждый желающий мог проголосовать там было предоставлено 4 макета следующей статуи которая будет на трафальгарской площади в 2020 году вот это мой райончик тут идет тоже developing такая то есть что-то строят что-то разрушают вообще тут разрушили дом один при мне ничего а сейчас вот строят новый идут работы но про статуи на трафальгарской площади я расскажу потому что это такая традиция одна из четырех статуй по периметру трафальгарской площади меняется там раз в 3 или в 4 года смотрите какая лошадь стоит в окне тут вообще так походить по городу интересно много всего можно рассматривать в окнах в садике такие вот ну вот это уже Хаммерсмит точнее конкретно вот эта область она еще принадлежит Вест Кенсингтону то есть это еще Кенсингтон а сейчас мы перейдем через дорогу и начнется уже Хаммерсмит ну не через эту дорогу конечно то есть я в принципе последний год своей жизни жила в Вест Кенсингтоне и через дорогу бегала в Хаммерсмит вот Энфу район так называется тут тоже вот что-то разгружают ремонтируют thank you подождали пока я пройду и дальше разгружаю и вот здесь вот по этой дороге вот буквально совсем недалеко от Олимпии я вам не останавливаю даже запись чтобы показать как очень близко я жила к выставочному центру в последний год когда я училась на МБИ и пять минут пешком и я уже была в выставочном центре поэтому очень часто туда ходила на все абсолютно на мероприятие которые могла попасть очень много проходит бесплатных мероприятий и вот за углом открывается мой дом вот мое окно почтальон знакомый почтальонша и вот там где пальмы это вход и рядом с отходом вот мое окно вот здесь я жила ну а сейчас я иду к собакам тоже пока не отключаю камеру чтобы показать где конкретно и как долго мне надо было бегать каждое утро до собак то есть буквально две минуты пешочком и я уже с ними брала их на поводок и бегом гулять как всегда сирены по всему городу вуют самолеты кстати самолеты сегодня не летают по крайней мере я их не слышу не видела интересно вот тут такой желтенький светофор с мигающим шариком желтым на нем в принципе все должны останавливаться пропускать пешехода вот смотрите машина раз и остановилась я говорю привет хорошо спасибо ну там машина далеко уже едет и вот на эдитроуд живут мои собачки перебежала через дорогу и тут начался уже хаммерсмит но они сгружают все на одну сторону потом приедет машина которая все это заберет вот иногда идешь так утром во вторник и в пятницу забирают мусор и по пути вот так вот здесь или здесь какие-то вещи видите пакет валяется какие-то вещи стоят для того чтобы люди могли взять потому что например им жалко выкидывать ну вот я рассказывала там про чемодан какие-то диваны иногда стоят кресла посуда люди не хотят прямо в бин то есть вот в такой пакет закладывать и ну чтобы все точно выкинулось в мусорку а может кто-нибудь в надежде так выставляет что возьмут видите как все валяется все запаковано ну и все и вот я уже подхожу к дому и сейчас встречусь со своими собачками вот пока все это наверное с